Доброго здравия дорогие друзья, в сегодняшнем видеоролике мы наконец-таки поиграем в эту прелестную и замечательную игру Knife Hit, которую я не играл уже очень-очень-очень давно. Как видите, здесь у меня уже имеются некоторые результаты, я немного поиграл на самом деле, но этого все же недостаточно. Мне хотелось бы запечатлеть свою игру и проанализировать в более обширной форме, скажем так, свой опыт игры и поговорить с вами на некоторые темы. Ну что ж, давайте начнем и не будем терять время зря. Вот, думаю, что стоит изначально затронуть тему моего канала, будущее моего канала и в целом будущее деятельности. Я уже проиграл. Что будет происходить на данном YouTube-канале? Я думаю, что я всячески буду стараться придерживаться ритма и публиковать ролики как можно чаще. И в связи с моей ленью и в связи с моим нежеланием запечатлять какие-либо ролики, я делаю это настолько редко, что уже самому страшно становится. Ролики не публикуются по полгода, по году, это неприемлемые счета. Тем более, что YouTube-канал мой, он имеет неплохие результаты, неплохое число подписчиков, неплохие просмотры. И мне необходимо как-то это все сдерживать. Не буду же я забрасывать свой YouTube-канал, это неправильно, я тоже считаю. Но в связи с тем, что... Вот знаете, в чем основная проблема заключается? Не только потому, что я ленивый человек, но и потому, что не хватает идей, дефицит идей. То есть, я пытаюсь что-то придумать, но у меня ничего не получается. Либо мои интеллектуальные способности столь низки, либо их действительно нет, этих идей. Но пока я только-только начинаю возрождать деятельность своего YouTube-канала, думаю, идей будет предостаточно. И как раз в голове сформировались все-таки некоторые идеи. Я вам обещал месяц назад, что запишу видеоролик, вот записываю. Думаю, что все-таки, если уже действительно будет настоящий дефицит идей, буду тогда интересоваться вашим мнением. Ну, или вы даже можете прямо сейчас написать в комментариях, какие видеоролики вы бы хотели видеть на моем YouTube-канале. Какие видеоролики, каких жанров и какой тематики. Мне очень будет интересно узнать ваше мнение. И если оно будет удовлетворять меня, то, конечно, я запишу. И если оно будет удовлетворять большую часть моего сообщества, тех людей, которые просматривают мои видео. Как видите, результаты у меня совершенно плохие. Вот сейчас я проигрываю, я даже до 20-й стадии не могу дойти. Настолько я уже низок. Я, кстати, планировал записывать видео-ролик, побить тот самый мой рекорд, который я смог достичь. Не именно в стадиях, а именно в количестве открытых ножей за одну игру. Если не ошибаюсь, мой рекорд это 7 или 8, я уже не совсем помню. И то видео набрало почти полтора миллиарда. Вот это ничего себе оговорка. Полтора миллиона просмотров. Вы только вдумайтесь. Полтора миллиона просмотров видео набрало. Я думал, что это видео наберет максимум тысячу просмотров. В итоге я отказался, что оно является самым популярным на моем YouTube-канале на данный момент. Вот так вот, как видите. Почему я не записал данный видеоролик? Потому что, как видите, у меня результаты совсем плачевные сейчас, на данный момент. Я еле дохожу до 20-й стадии. О каких рекордах может идти речь? Я не знаю, каким образом я сумею побить свой рекорд именно в стадиях, если я это планирую, запланирую сделать. Буду планировать. Думаю, что необходимо снова войти в ритм, снова играть в игру как можно чаще, как раньше. Вот я играл в игру чуть ли не по несколько часов в день. Даже десятков часов, я так скажу. То есть сутками на пароль даже вот так можно сказать. Потому что я действительно играл в игру больше всех. Так, весь мой классный коллектив в эту игру не играл настолько часто, как я играю. Так, нам попался интересный босс. Простой достаточно, но тем не менее редкий. Так. Что, ну как так можно? Я не понимаю. Давайте продолжим. У меня доступно, благо, бесплатное предложение. Все-таки, да, оно еще осталось. Так, я установил покупки свои. Я когда-то приобретал себе эту услугу. Да и у меня вид, когда-то даже был здесь очень давно. Я бесплатную версию опробовал. Там, не помню, сколько, 7 дней, по-моему, или 3. Я не помню, сколько дней конкретно. Там, и подписка бесплатно действует. Но попробовал, решил попробовать. Очень интересная вещь. Но все же не рекомендую ее приобретать, поскольку это лишняя трата денег. А покупал вот это бесплатное предложение я, так как я действительно занимался игрой серьезно. То есть я не просто вот так вот заходил там раз в месяц и играл, а действительно играл каждый день, тренировался даже, мне бы сказал. С какой-то стати я занимался игрой профессионально. Пытался достичь каких-то действительных целей огромных. И у меня это вышло действительно. Я достиг 240-й стадии. И это, я скажу вам, неплохой результат. Ну, сейчас, конечно, у меня плачевные результаты, как видите, я не могу даже достичь 30-й стадии. Вот у меня рекорд на данный момент 35-й стадии. То есть это очень низкий для меня результат, я считаю. Да и в целом, мне кажется, достаточно низкий. Ну, я думаю, что, да, вот как видите, челлендж у меня здесь не пройдено, ничего не пройдено. Ну, давайте я еще один мочек сыграю, думаю, на этом можно закончить. Я буду стараться вот как раз-таки снимать наифхит как можно чаще. Многие подписчики просят, многие подписчики ждут игру наифхит на моем YouTube-канале. И вот я все-таки буду ее как можно чаще запечатлять на свой YouTube-канал и публиковать, точнее. И буду искать какие-то интересные тематические варианты для своих видеороликов. Может быть, какие-нибудь испытания, может быть, какие-нибудь модификации вам показывать. Даже так. Вот я же недавно, ну как сказать недавно, я же записывал видеоролик, где я обозревал модификацию одного моего зрителя для игры на фит. Если вы не смотрели данный видеоролик, то советую его посмотреть. Я ссылку на данный видеоролик оставлю в описании под данным видеороликом. Вот. Ну, думаю, что, конечно, я не уверен, что игра наифхит сохранит ту самую аудиторию, а те самые просмотры будут, та самая статистика. Я не считаю, что благодаря этой игре я уже поднимусь до 100 тысяч подписчиков. Конечно, нет. Игра уже потеряла свою популярность. Ну, по крайней мере, она стала уже низко популярной. Но все же мои подписчики ждут, мои зрители активные ждут на фит на моем YouTube-канале. Я эту традицию продолжу, я не буду. Точнее, я буду публиковать их как можно чаще. Я уже это говорил, но я сейчас скажу еще раз, что действительно я буду публиковать их как можно чаще. Вот как раз таки попался мне мой самый ненавистный босс когда-то. И его никогда не мог толком пройти, уничтожить данного босса. У меня все время с ним происходили какие-то проблемы. Все время. Я не мог, я все время нервничал. И у меня нервные срывы случались из-за данного босса. Я очень обижен и расстроен. И я не думал, что у меня будет психическая травма из-за этой игры в некоторой степени. То есть действительно, некоторые боссы у меня вызывали нервные срывы. И вот самый такой ненавистный для меня босс, это было вот именно кукла или матрюшка, как она правильно называется. Я уже немножко подзабыл. Вот здесь нужно аккуратно играть, здесь спешить нельзя. Вот знаете, в чем еще проблема моя заключается? Знаете, в том, что я спешу. Я слишком быстро нажимаю двумя пальцами. И в связи с этим я часто проигрываю. Очень глупо проигрываю, причем. Хотя когда-то я играл одним пальцем и чувствовал себя комфортно. Вот действительно. Вот чувствовал себя комфортно. Одним пальцем играл и добирался до высоких стадий. Сейчас же я научился как-то быстро двумя пальцами владеть. И играю уже так. Зато дохожу быстро. Но, тем не менее, появились дополнительные проблемы. Я часто стал проигрывать на низких стадиях, потому что я просто банально спешу. И вот это огромный недочет, огромный минус, скажем так. Это нужно тренировать. И данный навык, он, конечно же, не придет вам с первого раза. Он должен быть всегда тренирован. Вот видите, я нажимаю как бы медленно, но все равно ножи летят быстро. И вот поэтому я и боюсь проиграть. Так, ну здесь места много. Хотя когда-то, если бы я, допустим, только начинал играть на хит, я бы считал, что здесь места ноль. Но все-таки я уже набрался опыта некоторого. Он все еще сохранился, несмотря на то, что прошло уже огромное число времени. Спустя последней публикации... Нет, спустя публикации последнего ролика, посвященного данной игре. Я уже не могу даже сказать, когда это было. Но это было давно. Честно, это было давно. И мне даже немного стыдно, потому что мой YouTube-канал посвящен конкретно данной игре. И благодаря данной игре я и продвинулся вперед. Но в последнее время я перестал публиковать видеоролики. И это очень плохо. Как я уже говорил дважды, что я буду восстанавливать деятельность своего YouTube-канала посредством публикации большого количества видеороликов, посвященных данной игре. Это очень важно. Буду прислушиваться к вашему мнению. Пишите свои мнения в комментариях. Если вас что-то не удовлетворяет в моих видеороликах, пишите свои какие-либо идеи. То есть, что вы можете мне предложить. Я обязательно прислушиваюсь к этому мнению. И буду на основе этого строить какой-то дальнейший план. И буду публиковать ролики уже в более корректной форме, скажем так. Так, вот, ничего себе. Смотрите, я все-таки сумел добраться до почти сороковой стадии. Ничего себе, ничего себе. Для меня сороковая стадия это уже, знаете ли, огромный прогресс. Сейчас, хотя раньше для меня сороковая стадия это было плюнуть просто. Если так просто говорить. То есть, достаточно быстро и достаточно легко мне было добираться до таких стадий. Для меня сотая даже когда-то стадия была не пределом. Ну вот, к сожалению, я проиграл, снова поспешил, снова проиграл. Но зато побил свой рекорд. Сорок вторая стадия. Правда, не свой главный и основной рекорд. Точнее, абсолютный. Но я думаю, если вот я действительно буду серьезно заниматься и своими ютуб-каналами, продолжать деятельность, то думаю, что мы сумеем и до 300-й дойти стадии. Если вы меня будете поддерживать, если вы будете меня мотивировать своими комментариями, лайками и подписками. Ну что ж, дорогие друзья, мы... Я думаю, что стоит закончить, потому что я уже вроде бы с вами обсудил все. Но если что-то я вспомню, либо что-то захочу сказать, я запишу второй ролик, либо второй видеоролик запишу, либо напишу об этом в обсуждении. Ну, думаю, сейчас нам стоит попрощаться с вами, дорогие друзья. До скорых встреч.